Здарова народ, с вами Варчик. Многие танкисты любят новости про игру World of Tanks, следят за любыми микро-моментами. Видимо это очень интересно и увлекательно. Я в этом видео буду заниматься гаданием на кофейной гуще, вангованием и прогнозированием будущего. Что же будет происходить с картошкой дальше? Все на самом деле очень очевидно. За первую половину 2020 года World of Tanks находится на первом месте по доходу среди бесплатных игр. То есть картошка самая первая, она больше всего бабла вывезла за первую половину 2020 года. При этом онлайн в картошке не сказать что больше чем у остальных, скорее наоборот, намного меньше. То есть вы представляете насколько преданные фанаты остались в игре, что они вкидывают нереальные бабосы. В тех же самых там дотах, фортнайтах и так далее, там онлайн гораздо выше, чем в картошке. В разы больше. И скинчики там есть не как в картошке, там по тысяче рубасиков, там есть и по сто тысяч и так далее. Есть и по одному рублику, там по пару рубликов. У картошки же все как по одной цене. Тысяча, две, две с половиной и четыре. Других цифр у нее там видимо не бывает. И при таких условиях картоха умудряются вывозить больше всех. При одном из самых небольших онлайнов среди бесплатных игр, мне интересно кто эти люди, кто остался и сейчас играет в картошку. Есть и новички, которых там мало боев. Не знаю какая доля новичков донатит в картоху. Может новички особо-то и не донатят, а может сразу они заходят и думают вау, вот эта игра, сразу все бабки туда. А может основной донат от истинных фанатов, прожженных танкистов. Причем у этих танкистов видимо боевой проход прожжен полностью, раз они настолько вбухивают бабки в нашу замечательную игру. Но раз бабки вбухивают, то где развитие, казалось бы, сейчас игра полетит вверх. Сейчас игра будет развиваться просто космическими шагами, межгалактическими рывками. Но картошка, если последить за ней как она развивается, именно геймплей, на чем вы видите в бою, вы особо ничего не заметите. Вот в этом году добавили оборудование 2.0. Игра что-то изменилась как-то? Ну полтора танка, можно там оборудование чуть-чуть другое поставить. А в целом, досылатель стабилизатор вентиляция как стояла почти везде, так и стоит. За исключением там 2.5 танков на всю игру, где можно поставить что-нибудь другое и оно реально работает. Да, конечно, я немного преувеличиваю, но в целом так и есть. А эти патчи пустые, где выходит патч, в котором вроде бы панаапали кучу танков, но вся китайская нация как была параша, так и осталась. Они вообще неиграбельные, как и были. Одни из самых конченных танков в игре настолько слабо апнули, что они практически даже не оттолкнулись от днища. Они примерно там же и остались на самом дне танковой пищевой цепочки. Так вот, по мнению картофельных разрабов, должна развиваться игра, которая приносит больше всего дохода среди бесплатных. Что мы видим? Какие-то выходят режимчики, их все больше и больше, там ПВЕ одно, второе, третье, там уже сколько этих ПВЕ режимов и все они нудные, ненужные, неинтересные и играют в них только исключительно, чтобы получить какие-то награды, которые старичкам не особо-то нужны, потому что на их крупных аккаунтах эти награды как песчинка в никуда. Мне, допустим, эти режимы вообще не интересны, я в них не играю. Причем они делаются по году по два эти режимы и там баги отгружать можно вагонами. Сам рандом никак не изменяется, не улучшается. Пожелания и просьбы игроков особо как-то не учитываются по поводу там колесников, по поводу каких-то там арт. Сколько лет уже арта определенная на определенных левелах тупо унижает весь рандом и их по три штуки на команду одной и той же арты. Донатные коробки у нас уже появились не только новогодние, но уже и осенние там были. Еще нужно добавить весенние, летние, межсезонные какие-нибудь коробки и в принципе можно добавить на постоянной основе. Танкисты видимо любят коробки. И как вы думаете, как будет развиваться такая игра, которая так вот всегда развивалась, будучи на первом месте по доходу? Она также и будет развиваться. Такими же микро шажочками будут дорабатывать эти недорежимы какие-то. Каждый год они будут выходить с какими-то кривыми багами и смысла в них не будет. Какие-то награды будут подкидывать туда с лопаты, никому не нужные. Но все равно танкисты почему-то при виде любой награды нырнут куда угодно. Там же наградка. Пойду в ранговые бои поиграю. Там же боны дадут и голду. Поэтому надо туда играть. А потом сидит такой жопа горит, нервы их просто не осталось. Но зато прошел ранговые бои, получил боны, которых и так навалом уже суют куда угодно. И на сколько раз еще хватит нервов пройти ранговые бои. Я в них не играю. Зачем? Соревноваться с красными танкистами, кто быстрее пройдет ранговые бои, чтобы что? Получить танк девятого уровня, на котором я не буду играть, как и не играю на остальных акционных танках девятого уровня, потому что зачем? На каком бы ты танке ни играл, ты все равно будешь играть на тех же самых дисбалансных картах, под коричневым дождем тех же самых имбовых арт, с теми же самыми содержательными боями. Зачем так жопу рвать, чтобы играть в то же самое? Просто пиксели на экране будут другие. Ты будешь ехать на танчики не в такого вида, а вот у такого. И великолепное развитие клановых боев. Зайти в кланы, чтобы поиграть в рандоме, выполняя задания. Это просто 10 из 10 картошек по гениальности развития. Это развитие самой богатой бесплатной игры. В конце этого месяца будет марафон на очередной премтанк восьмого уровня, чтобы опять срубить бабла, почитать под видосами и стримами слезы танкистов, что они не дошли до конца и снова придется покупать последние пару заданий, а кто-то вообще не будет играть, потому что рандом станет еще конченый, хотя он и так конченый во время марафона. Кто-то в этот период просто не играет, а кто-то сразу купит за 4 косаря. Ну почему? Картошечка любимая. Разработчики старались, можно и задонатить. Потом после марафона нас ждет, как обычно, новогодние там украшения елок и ангаров новогодними коробками. В коробке, наверное, очередной неимбовый супер-дупер премтанк. Вот и все развитие картошки. Ждем в следующем году очередные всякие события, которые опять будут накладываться по три слоя друг на друга, что мы не будем успевать во все это поиграть. А развитие геймплейного в рандоме как особо не было, так и нет. Ну и конечно же великолепное занятие балансом рандома, танков и в принципе вообще следят за игрой. Раз в 2-3 года они любят перекопать игру. Арту апнуть, на карте кучку повернуть и дерево развернуть. С вами был Арчик, играть красиво, всем пока.